МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Sunt frații Oleg și Valeriu Negruță. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Astăzi, pentru dumneavoastră, vine cu evocări memorabile violonistul și dirijorul, artistul emerit de Moldova, Valeriu Negruță. Rodilse în Odesea și înșură în școlă Stolarskă, do 18-i leti, 11-i leti, când tam era. Mă mă așa de Vercăterea, în Bălgaru. Mă, pra-pă-pă-pă-pă-pă-pă-pău, vidéricul păl păl mă, a môpă a mândire și în diabetesul ep doarului. Mă părăză alexandră, Moldova, așa de sile, așa de Viziața, deorul, de viziectru, de zile Moldova. În obosește în Odesea, să-l 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 înţiți în mûzdramine, mânirea, îl înțamie și să-l să fii. Папа с мамой на гастролях в оперный театр. В Одессе папа был музыкантом, тромбонистом оперного театра, артист-оркестра. Папа с мамой на гастролях в оперный театр. Папа, которого я в школе занимался, мне хотелось поменять педагога. У меня с ним не очень контакт был большой. И кроме того, хотелось оставить папу и жить самостоятельно, так сказать, не, как говорят, с шеи сойти. Олежка в армии был, по-моему, в это время. И поехал в Балдавию. Это так было просто, самолет, 20 минут, Одесса, Кишинева и все. Чинь иван Мнадви Уара. Как вам сказать? Ну, дали, конечно, Олег мне дал в руки. Потому что у нас была одна на двоих в те годы голодные после войны. Дело в том, что действительно, я не знаю, Олег говорил или нет, но после войны, вот мне было там, что 5-й, 6-й год, я в 40-м родился. И просто в доме нечего было кушать. А в школе давали молока, стакан и булочку. И вот мама меня в 6 лет повела в школу вместо 7. Олег уже там учился. И меня дали, чтобы и одновременно отводить, приводить. Вот. Ну и по какой-то инерции дали скрипку. Я не хочу сказать, что это была моя мечта. В детстве я очень долгое время вообще ее не любил. Так, потому что надо же заниматься. Ну, проснулось потом желание где-то. Уже я был в 9-м классе лет 14-15, там, когда, извините, заметил, что вокруг меня есть девочки. Плохо играть уже было стыдно. Я думаю, что успехи уже были здесь, в Молдавии, потому что... Ну, я был не самым лучшим учеником в школе Столярского, повторяю, потому что не все ладилось с педагогами, там, ну и так далее. А когда я поступил в консерваторию, все же, одесская подготовка, она как была в то время немножко более, так сказать, сильна. Когда ты видишь, что ты лучше других, это очень стимулирует. И я начал бешено заниматься здесь, в консерватории. Просто у нас было мало классов там, на Пирогово, и чтобы занять класс, надо было в 6 утра уже прийти. Чин я фос профессору Левюаре? Одессит был такой Виктор Ведеминович Брусков. Потом, через два года он, по-моему, уехал, по каким-то обстоятельствам. Я попал в класс профессор Дайлис такой был здесь, из старой школы, очень опытный пожилой человек. Я учился год у Дайлиса, а потом появился Георгий Стивеншняга на четвертом курсе. Вот он меня взял, и честно вам скажу, что этот человек дал мне все. Вот этот человек дал мне настоящую школу. Мы начали с ним опять с пустых струн. Причем он на плохом русском языке, он говорил, конечно, по-румынски. Но он употреблял очень много вспомогательных слов. Очень глубоко сдал этот струн. Он учился у Давида Острыха в аспирантуре. Он знал много, играл неплохо. Но он занимался композиции. Практическая деятельность его не очень интересовала. Валерий Негруца, он помнит еще и о качестве уменения профессора Георгий Ниага. Он удивительный человек, у больших знаний, человек очень честный, искренний и такой добрый. Вся семья у него замечательная была. Я уже не буду говорить о том, что мы жили даже у него в квартире, он прогрел нас. Я уже тогда женился на третьем курсе, и у нас девочка появилась. И вот он взял нас к себе домой и дал нам одну комнатку. Я всю жизнь буду это вспоминать, потому что это было грандиозно. И он со мной занимался. Я вот начал в этом симфоническом оркестре, ну, когда я был на третьем курсе. В филармонии? Да, я работал где-то около года. Но тогда был закон, что студенты стационара не имеют права работать. Когда я закончил консерваторию, я, в общем, уже как-то так подвинуто играл. И приезжал Янкелевич, по-моему, профессор из Москвы, ассистент Ойстраха, который принимал экзамены у нас. И он поставил мне высокий балл и дали мне направление от Молдавии в Москву, в аспирантуру к Ойстраху. Вот. И я, конечно, был счастлив безмерно, готовился. Но в том году Москва не дала Молдавии место скрипача, а дала Молдавии место дирижора. И поехал такой Николай Николаевич Кильчик. Доринца нестабилитой для студия профессору Давид Ойстрах, ладус Ламоскова. Это было очень сложно, потому что со мной рядом было шесть лауреатов международных конкурсов. Но, тем не менее, я играл программу Давиду Ойстраху, тет-а-тет, в малом зале консерватории. Он мне поставил тройку, Давид Федорович. Это, в общем, высокая оценка, понимаете. Из пяти баллов, так сказать, в Москве поступаешь в аспирантуру. То есть это была оценка, которая позволяла сдавать еще экзамены. А потом уже было сложно. На теории музыки, немецкий язык. Ну, на теории музыки меня и отсеяли. Для того, чтобы спрятаться от армии, я поступил в ансамбль «Джаз Аранова» Шикар Дмитриевич. И он как раз в джаз уезжал очень далеко, на гастроли на длительные. И мне казалось наивно, что я могу, где-то про меня забудут. И мы уехали буквально в Нижний Тагил. И очень успешно давали концерты в залах филармонии. Джаз Аранова, это тогда был на весь Союз. Меня забрали в армию. Но забрали буквально 30-го где-то декабря. Знаете, ну, последний день. Забрали из Молдавии 12 человек. Очевидно, все же их отставляли на потом. Это были архитекторы, художники, балеруны. Там вот фурника. Ну, попали в Одессу и в ансамбль потом одесский. То есть где-то... Ну, я, в общем, 9 месяцев там оттарабанил, а потом меня отпустили. Вернулся в Кишинев на целевую. Аспирантуру больше уже нельзя было рассчитывать. Но я опять собрался с духом и поехал уже в Ленинград поступать. Тоже в аспирантуру уже. Там Михаил Вайман был. Но тоже без... Очень много было конкурентов. И без помощи республики это было невозможно. Вернулся обратно в Кишинев. И получилось так, что был такой молодежный эстрадный ансамбль. Недавно созданный и руководил Лучиан Коча. Ансамбль имел первое отделение фольклор, второе эстрадное. В антракте мы переодевались и, значит, меняли жанр. Лучиан Коча не хотел работать. А ты читал музыка популярная и эстрада? Да, да, да. Было два отделения, я повторяю. В первом фольклорное, второе эстрадное. С гитарами там со всеми такими... Ионик. Да, да, да. Ударник. То есть играли неплохо. И вот Коча обратился ко мне, что он попросил меня заместить его. Он не хотел почему-то ездить, что-то у него там не получалось. А я, поскольку был молодой, так сказать, муж, ну, в общем, семья, надо кормить, надо все сначала. Нужно было заработать что-то. И я согласился его заменить. В общем, я стал руководителем вот этого ансамбля. В общем, я стал руководителем вот этого ансамбля. В ансамбле была такая светлая личность, как Михаил Долга. Вот это вот второе отделение он вел. Ну, это своеобразный был человек. Он очень музыкальный, очень интересный. И он больше любил эстраду, чем фольклор. А на аккордеоне играл с нами. И вот у нас получились такие недоразумения. Значит, нужно репетировать. И мы хотим репетировать фольклор, например, а он хочет свою эстраду. Мы с ним, ну, это не сфоры были, но какие-то такие. Ту музыку, которую они стали, вот эту под битлов, там, ну, как бы копировать, немножко повторять, мне она не была, ну, чуждой была. Народная музыка упала мне на сердце сразу. Я ею занимался сознательно и серьезно, и очень много. Да, я не родился с этой музыкой, но я ее выучил. Почему это копия от мелизматика? Мы проводили ночи с мудистками, в основном у румынов, конечно, тогда. Тогда из Румынии шли эти передачи. Вот, ну, и были уже в Молдавии, был и Сидор Бурдин, уже блажен уже тоже, лаутар кристальной воды, так сказать. Очень интересный музыкант. Ну, вот, и получилось так, что мы с Мишей Долгоном очень так честно, миролюбиво разделили коллективы на два. Федько Александр Сергеевич поддержал. И получилось два коллектива – Мугурел и Нарок. Назвал Мугурелом Кримерман Ефим Семенович. Дал это название, всем оно как-то пришлось по сердцу. И вот тогда уже я добрал солистов. Тогда я взял Марию Драган, Василий Марин, я за него боролся. Он был балерун в театре, балет. И мне пришлось через Министерство культуры его, ну, как бы менять его профессию и специальность, и ставку. Но он требовал, чтобы были те же самые деньги. Вот. Ну, он был очень яркий, он был такой красивый, он был такой цыган с таким чубом. И он пел исключительно приятно, и играл себе на аккардеоне. Вообще, очень талантливый человек. Субтитры создавал DimaTorzok Марий Кадраган, она приехала из Балаурешты, Ниспаренский район. Она кладезь, энциклопедия. Она могла спеть сразу одновременно 500 песен. Вот у нее репертуар был необозримый. И при этом она очень хорошо владела текстом, словом. Она могла петь какую-то другую мелодию, и текст у нее был готов всегда. Подставляла там, меняла. Ну, короче, настоящая такая личность творческая, фольклорная. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что нас создали тогда для того, чтобы ездить по селам, чтобы не беспокоить большие коллективы, как Флэра, Жок уже тогда были. А так, один автобус, нас там семь человек. Аж дури сонумицы инструментисты. С удовольствием. Это был Василий Кельчик, контрабас. Из Гагауза, вон оттуда, с юга, по-моему. Это был Дабижа Петр Мушвали, по-жакару, символист. Очень талантливый музыкант. Он не такой техничный, но он так хорошо слышал, и вкус у него был очень хороший. Вот они меня все учили. Понимаете, вот где я, откуда я? От них. Я им давал, наверное, что-то другое. Альтист Иоанн Чебану, это тоже человек, о котором можно говорить очень многое. Когда он пришел прослушиваться, я спрашиваю, что ты можешь, как... Уже они мне его привели. Они все вместе учились и гнали друг друга. И когда кандидатура подходила, она обсуждалась с ребятами. Они входили в семью. Понимаете, мы не были большими музыкантами, но когда семейная обстановка, и можно поработать, то все как-то вместе получалось. А работали много. Репетировали, несмотря на часы, там все. Ну, Александр Вакарчук, тоже замечательный парень, душа. Ну и, конечно, Петрия, этот, Игната Сына, с Велан Челли, с небесным звуком от природы. Я не знаю, я могу про каждого много говорить. Например, он Чебану сыграет что-нибудь. Нет, вы играйте. Я начинаю там что-то играть. Он аккомпанирует сразу, по трем струнам, все как есть. В филармонии ему дали альт, темно-вишневый такой. Выдали из фонда в филармонии. Он спилил подставку так совершенно ровно. И подцепил три гитарные струны. И когда он водил смычком, он сразу три. На скрипке тоже так можно играть. Но когда плоская подставка, это лезь. Он сразу играет как... Как братья. Ничего, что я говорю, да? Это все было новое. Никто в мире так не играет, как он. Самая сценичная была все же эстрати Анастасия. Она была такая живая. Она так плечами тресла и корпусом. Она выходила на сцену и сразу там ажиотаж. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Было очень много интересных эпизодов в связи с этим. Потому что когда мы встречались именно в международных фестивалях с оркестрами Райку тогда, Венгры, Румыны, коллективов 20, вот так, Ванька берет альт и издает 20 аккордов один за другим. Первый заиграл. Все стояли и молчали. И положил альт. Подходит сразу венгерский альтист. Берет Ванькин альт и ничего не может сыграть. Потому что он его настраивал не квинтами, как все, а квартами. У него свой какой-то был стиль. Но при этом Ванька взял его альт и прекрасно сыграл на его альте тоже. Знаете? Вот так что это было... Это просто уникальные люди какие-то. Ванька, я говорю. Ион Чеба, извини. Мугурел очень любили в селах, здесь в районах. Мугурел очень любили в Черновицах. Там был такой знаменитый фалик, директор филармонии. Знаменитый чем? Это был пожилой человек, живший во Франции. Он хорошо знал коммерцию, знал культуру и все. Его жена была сей деталь, знаменитая еврейская певица. И вот он не имел своих коллективов ни одного. Но поставил дело в филармонии так, что все в Союзе мечтали приехать к фалику и гастролировать. У них был хороший зал. У них были великолепные гостиницы, интуристы. И кроме того, один первый фалик в антракте подавал музыкантам, артистам чай или кофе. Оказалось бы, что там такого, а? Это было настолько приятно. Вот антракты ты можешь выпить чашечку кофе и сразу себя чувствуешь. Ну, в общем, Черновицы это был какой-то немножко буржуазный, аристократический такой город. Он нас брал постоянно, регулярно. Зарабатывал на нас бешеные деньги. Как только я почувствовал, что я, так сказать, не устраиваю, я взял свой портфель и ушел. Сам ушел, сам уволился. Периодически работал с Лункевичем, потом что-то уходил опять. А целукратчий на ансамбле «Лжок»? То же самое. Однажды мне предложил работу Курбетовым. Пять лет я был руководителем оркестра ансамбля «Лжок». У меня, конечно, было много вопросов, связанных с этой работой. Большой оркестр, ответственная работа, очень специфика другая, потому что это уже не концертная деятельность, это аккомпанемент танцоров. Другая, так сказать, надо было быть очень внимательным, как дирижеру, смотреть на эти ноги. Даже и музыка другая. И потом музыка другая. Мне пришлось ходить два раза в день на репетицию. Я проводил на репетиции танцоров свои, там три часа, а потом бежал в оркестр. Все же быть дирижером «Лжока» – это очень солидно и красиво. Пришлось мне самому писать очень много музыки. Курбет Владимир Кузьмич, он очень был в этом плане интересный человек. У него коллекции мелодий и записей тем, и каких-то там примеров музыкальных. Практически он мне всегда давал задания. Вот он говорит, вот это, вот это. Мне пришлось самому. И, если честно, я сделал 23 номера. Я помню, концерт прошел очень хорошо. В октомбре приехал Брежнев тогда, и тогда мы получили сразу пять заслуженных артистов. Возникали такие интересные сцены. Я дирижирую, я репетирую с оркестром. И поскольку я сам, ну, не родился в фольклоре, у меня было много проблем. А в оркестре было вообще много таких инструменталистов, которые только ноты знали. Вот эту вот душу фольклорную не сильно, так сказать, выполняли. Короче говоря, какая-то была проблема. Я поднимаю подгроз. Я говорю, Валенька, а как бы ты это сыграл? Вот так. Он играет мгновенно и моментально замечательно. Я записываю этот вариант, и мы два дня учим со всеми остальными скрипачами. Я этого не стеснялся, потому что я преклоняюсь перед такими жемчужинами. И когда мы уже все выучили, когда мы, наконец, это место сыграли, он уже забыл, он уже играл по-другому. Поэтому тут он солист, он уник, ему нельзя стоять в толпе. Ацфосши кондукторол оркестре Чокарлия. Да, в дворце профсоюзов работал. Это была Чокарлия. Вот с Фурникой, кстати. Фурникой был балетмейстером. Мы съездили в Англию из Чокарлии, как раз когда избирали мэр Гарри Тетчер. Тогда не было дипломатических отношений между Советским Союзом и Англией. Мы приехали единственные из числа всех этих коллективов, без малейшего какого-то ЧП. И это была такая гордость и в Москве, и благодарность здесь. Вот Петрик Павел Петрович тогда меня вызвал к себе в кабинеты туда. И при людях, при комиссии говорил, что это просто здорово. И тогда он говорит, кто этот Негруцов, почему он у нас не работает в системе профсоюза? Почему филармонии? А я говорю, дайте квартиру, я буду у вас. На завтра мне дали квартиру вот на Ботанике. А это вот урешила школа музыкала? Тогда умер Осик Нузман. И мне почему-то казалось, что я ближе всех его знал, и что я должен продолжить его работу. Знаете, я оставил совершенно все поездки и коллективы и пошел в школу преподавателем в его класс. Но за этот год я убедился, что мне лучше все же заниматься своим делом. Я тогда был почти без работы. Латяну имели у меня. Мы дружили. Ну, и он очень ценил, так сказать. И особенно ему горел. Вот мы начали с того, что он ездил когда-то с нами, машина, кино. Все время сопровождало. Все концерты, все наши. Всегда снимали все. Латяну предложил мне поехать во Францию на 4 месяца с театром Ромен из Москвы. С цыганами. И он говорит, хочешь? Я говорю, конечно, почему нет? Это же Франция, 4 месяца, легальная работа. Все дело в том, что моя жена, Елизавета Негруца, Шепель, она преподаватель музыкального училища Кишиневского, все годы на одном, так сказать, месте. Она теряла слух. И вот я поехал во Францию. И познакомился с одной пожилой женщиной. Она мне помогала. Я ей рассказал про свою жену. Она стала искать информацию медицинскую. И нашла, что во Франции делается эта операция. Причем проникают через ушное отверстие никаких трепанаций. Мне помогали люди, люди, которые меня узнавали со скрипкой в руках. И потом способствовали как-то и были влиятельные люди, которые, в конце концов, им помогли жену оперировать и документы оформить. Инвит в сцену интерпрету, который и был dedicат концерт для винор и орхестра. Это фрале композитору, который пришел в специально для этой серии, из Франции, где он был известен за многие годы, известный фронист Валерий Негруца. Играет музыка. Играет музыка. Я приезжал очень часто в Кишинев. Я почти ежегодно бываю здесь. Это был целевой такой приезд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok